привет друзья четвертая часть разбираем анкету на туристическую визу важнейшие видео важнейшие видео и я считаю что человек который хочет поехать в америку он должен эти видео просто посмотреть два-три раза это смотреть и запомнить что писать в анкете потому что анкета это основа для вашей визы и основа с которой работает консуль будете неправильно заполнять данные в анкете визу не получите вот этот блок четвертая наиболее важно что он состоит из первого информация о работе значит вы должны если вы кстати не работаете а учитесь значит учебное заведение указывает вы должны указать сферу вашей деятельности название организации полный адрес zip кодом с индексом с телефоном указать вашу должность когда вы поступили на работу также должны написать ваш среднемесячный доход в национальной валюте в украине значит и гривны понятно что у каждой страны своя валюта значит пишите ваш доход и я еще момент один важный отвечу вам потому что очень часто спрашивают люди а вот проверяет ли консульство запрашивает налоговую инспекцию я не слышал об этом ни разу за шесть лет работы чтобы консульство запрашивала данные налоговой инспекции но доход вы должны свой указать чем больше он будет тем лучше кратко должны также описать ваши обязанности что вы делаете на работе дальше дополнительная информация которая тоже требуется в посольстве если у вас американские водительские права был ли у вас когда-то когда-либо выдан social security обязательно нужно указать если да значит указать номер social security был ли у вас номер налогоплательщика это немножко другое это эти номер потому что он отдельно дается когда у человека нет сошла но он себе например делает этот номер значит вы должны его тоже указать дальше важный тоже вопрос подвергались ли вы аресту или осуждению страна не имеет значения нужно указать дальше перечислить все зарубежные страны которые вы посещали за последние пять лет указываете перечислите языки которым вы владеете ну хорошо логируете если вы очень плохо разговариваете на английском темно да не надо писать это если бы хорошо можете говорить то что консул может перейти на английский язык с вами если вы пишите что владеете идеально английским. Это указывает. Дальше еще данные, которые нужны. Нужно указать предыдущее место работы за последние пять лет. Опять же подробно название организации, где организация находится, ваша должность, месяц поступления на работу и месяц увольнения на работу. Если у вас там три организации вы поменяли, значит все три указываете за пять лет. Внимательно читайте то, что написано в анкете. Также кратко вы должны писать обязанности на каждой из ваших работ. Ну и последний подблок вопросов. Значит это учеба. Какие учебные заведения, в которых вы учились, не считая средней школы до восьмого класса? Значит название учебного заведения, название специальности, на кого вы учились, координаты учебного заведения, опять подробные координаты, включая номер телефона, год поступления на учебу и год окончания учебы. И последний блок вопросов, касающийся, даже это подблок, касающийся службы в армии. Проходили ли вы службу в армии? Если ответите да, то ответьте на следующие вопросы. Страна, в которой вы проходили службу, род войск, звание либо должность, военная специальность, дата начала службы и дата окончания службы. Вот вопросы, которые интересуют консулы. Отвечать нужно на них правдиво. Вы должны говорить то, что у вас написано в анкете. Я это уже говорил. Если вы будете отклоняться от анкеты, вам формально просто откажут визии. Напишет консул себя в компьютере. Вот что они пишут в компьютере? Вот они пишут одно из вещей, которые они пишут в компьютере. Информацию, которую человек говорит, не соответствует действительности с анкетой. Поэтому будьте очень внимательны. Если нужна помощь, пишите, звоните. Мы шесть лет занимаемся этим бизнесом, туристическим визом в Америку. Плюс один 347-265-6186. Вайбер, ватсап. Отвечаем всегда всем. Ждем ваших сообщений. Пока. Продолжение следует...